В эфире программа Умняшки. Сегодня мы говорим о том, как себя вести, чтобы не заблудиться в лесу. Ребята, я сейчас вам прочитаю правила. Главные волшебные слова для потерявшегося. Слушайте внимательно и запоминайте. Хорошо? Смелый и умный в лесу не ревет. Взрослый тебя обязательно найдет. Стой, где стоишь, никуда не иди. Так ему легче тебя найти. Если немного страшно, терпи, глубже дыши и спокойно жди. Запомнили правила? Это волшебные слова для потерявшегося. А сейчас, ребята, мы с вами проверим, обладаете ли вы терпением и сможете ли вы стоять на месте и спокойно ждать, не поддаваться панике. Сейчас будет звучать музыка, а вы будете перемещаться, вот как вы по лесу гуляете, да? Да. Как только я хлопну, вы должны замереть в одной позе и стоять, не шевелиться. Если вы сможете удержать свое такое состояние, значит у вас терпение хорошее. Проверим? Да. Ну все, начинаем. На счет раз, два, три. Начинаем двигаться. Раз, два, три. Ходим, ходим, ходим. Ходите по лесу, собираете грибочки, ягоды, слушаете птичек. Молодцы, молодцы. Раз, два, три. Так, я смотрю, смотрю, смотрю. Кто у нас тут нетерпеливый? Все терпеливые. Ну молодцы, ребята, вы справились с заданием. Можем продолжать дальше программу. Ну что, ребят, вы вообще такие молодцы. Вы умеете проявлять выдержку. Но, конечно же, в лесу не самое главное, когда вы потерялись, замереть на месте. Просто нужно остановиться, успокоиться, не нервничать, не плакать и не кричать. Это у вас, я уверена, получится. Вы никогда не слышали, что те, кто в лесу потерялся, кричат какое-то слово одно? Ау. Ау, правильно, Ангелина, ау. Умница. Нужно остановиться, прислушаться, если не слышно никаких звуков, сказать ау. Если кто-то рядышком, взрослых, или вообще люди есть рядышком, вам ответят ау, и тогда можно идти на звук. И вы обязательно найдетесь. Но в лесу очень много разных звуков. Если взрослые очень далеко от вас, то, конечно же, очень сложно услышать звук ау. Лучше всего в лесу слышен свист. Не знаешь, что такое свист? Как птички? Вот у птичек свой свист есть, у них свои звуки. А есть еще свисток, который помогает свистеть. Знаешь? Вот, молодец. Так вот, когда вы идете в лес, обязательно возьмите с собой свисток. Он не тяжелый, но в трудную минуту он вам может очень помочь. У меня есть свисток на зонтике. Отлично. И у тебя есть свисток? У меня. У меня. Очень хорошо, у вас у всех есть свистки. У меня нету. Нет? Ну, ничего. Значит, обязательно родители тебе еще купят. Ты им обязательно скажешь, что свисток должен быть, если мы идем в лес. А еще? Нету. Вы должны быть в лесу что? Видны. Если вы вдруг потерялись, чтобы было видно, деревья все зеленые, темные, да? Надо одевать какую одежду? Светлую. Не светлую, а яркую, чтобы среди деревьев можно было вас заметить. Но с собой брать, что нужно, чтобы вы были заметны. Вот, например, можно взять фонарик. Если вы потерялись в темном лесу, можно взять фонарик и посветить. Возьмите. У нас есть фонарик. Да. Значит, фонарик, он тоже небольшой, но он никому не помешает. Вы можете взять... Как закрутить. И тогда вы будете более заметны. И для людей, которые... Квадратик. Да. Но есть еще одно маленькое приспособление, которое, я уверена, есть у каждого маленького ребенка. Это светоотражающие элементы. Есть у вас такие? Нет. Фликеры. Да, это фликеры. Они вам помогают где? И на дороге, потому что машины видят, что вы идете. Да? В лесу. И в лесу они вам тоже помогут, потому что если у вас будет такой светоотражающий элемент, вас будет проще найти. Ребят, я сейчас вам предлагаю поиграть еще в одну игру. Согласны? Да. Ну что, ребят, я вам объясняю правила игры. Смотрите, я сейчас раздаю каждому из вас фликер. Отдаю Насте и отдаю Маше, да? Настя и Маша бегут. Так, давайте покажем, как вы. Бежим, 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 бежим. Обегаем стульчик. Прибегаем, отдаем следующему. Милане и Владу. Влад бежит, то же самое делает. И отдает Ангелине. Кто быстрее пробежит и передаст фликер, тот и победил. Понятно? А я быстрее все. Готовы? Раз, два, три. Так, давайте, 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 бегом. Кто это, кто это у нас остановился? Быстренько побежали. Нет, нет, нет. Давай, 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 побежала. Снова, снова. Так, Влад, ну что, Влад? Давай, 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 давай. И кто? А кто у вас не побежал второй раз? Да, кто? Молодцы, молодцы. А что-то в этой команде запутались немножко, да? Ну, ничего страшного. Давайте сейчас вспомним все, о чем мы сегодня говорили в нашей программе. Готовы? Да. Итак, самое главное правило. Напоминаем самым нашим маленьким телезрителям. Что нужно делать, чтобы не заблудиться? Не отставать от мамы. Правильно, не отставать от мамы. А еще? От папы. И от папы, конечно. И от дедушки и папы. Конечно, не отставать от того, с кем вы пошли в лес. А еще можно ходить одному в лес? Нет. Вот, самое главное правило для малышей. Никогда одним в лес не ходить. Это опасно. 11 лет. 11 лет. Ты думаешь, уже в 11 лет можно одному ходить? 13. Лучше? В 13. В 13. Одному лучше в лес не ходить. Лучше ходить со взрослыми? Или ходить только в тот лес, который, ну, уж совсем хорошо знаешь? А то пойдете в дремучий лес, их тоже потом вот вас там найдет. Хорошо. Правила повторили. А теперь давайте вспоминаем, что нужно с собой взять, какие важные предметы должны быть. Фонарик и фликеры. Фонарик и фликер. Для чего фонарик? Чтобы потеряться, светить надо. Да, чтобы быть заметным. Что, Соня? Еду надо взять. Еду, конечно, надо обязательно взять бутербродик. Вдруг проголодаешься. Для чего нам свисток нужен в лесу? Чтобы кто-то нашел. Чтобы в тело в лесу. Правильно, правильно, Машенька. Если потеряешься, свистнуть свисток, и этот звук самый хорошо различен. Если кто-то ушел из леса чуть-чуть далеко, то можно посвистеть. Да, правильно. То есть свисток, фликер, фонарик должен быть. Еще должен быть бутерброд, конечно же. А еще в какой одежде нужно лучше одеваться? Клещинюку. Правильно, нужно одевать такую одежду, чтобы... Шапку, только у меня в шапке дырки чуть-чуть маленькие. Лучше шапочку головной убор надевать, на ноги лучше резиновые сапоги. И одежда должна быть яркой, чтобы вы были в лесу заметными. Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились. К сожалению, время нашей программы не бесконечно. Сегодня мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Это была программа Умняшки. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин